Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня у нас будет с вами влог, мне кажется, очень насыщенный, потому что много дел на сегодня запланировала. Вот, у нас утро, успела я до пробуждения Софийки привести себя в порядок, сделать такую легкую укладку. Просто волосы вот так вот немного руками, пенкой пожамкала и все. Решила никак и больше не укладывать. Вот, у меня сейчас проснулась Софийка, будем умываться, буду ее кормить и дальше же к вам подключусь. Доброе утро! Доброе утро! Пойдем зубки чистить? Да. Сейчас вам покажу нашего нового помощника. Вообще, девочки, София, тебе нравится этот Мишка? Да, он мне рассказывает сказки, я люблю сказки. Очень классно, сейчас вам поподробнее о нем расскажем. А Мишка вообще необычный, у него есть приложение, и сейчас мы позовем Софийку чистить зубки. А, ты знаешь, что даже крокодилы чистят зубы. Мои чем чистить? Правда, не сами. Мы уже пришли в ванную комнату, сейчас будем чистить. Мишка нам опять сейчас поможет. Выбираем, помогаем чистить зубы. А теперь давай поиграем со щеткой. Давай, играй. Она очень ждет, когда ты уделишь ей внимание. Как Софийка вам и сказала, она очень любит сказки. И сейчас здесь есть специальная кнопочка. На лапке нажимаем, и Мишка рассказывает сказки. Мама, девчиха, затеяв уборку, стала трухой. Пока Софийка у меня слушает сказку и переодевается в своей комнате, я быстренько хочу вам рассказать о нашем умном Мишке, растущей интерактивной игрушке. Но уже со стороны мамы. Какой там есть функционал? Во-первых, там огромнейшее количество приложений. Я уже вам показывала разных заданий на день. Из этих заданий можно составить даже свое расписание. И задания на разный возраст. Как я вам и сказала, Мишка растущий от того, чтобы сходить на горшок, до того, чтобы собраться в садик. Также в Мишке есть аудиосказки. Короткие, длинные, есть загадки, какие-то поучительные истории, полезные советы. Вместе с Мишкой можно изучать цифры и буквы. Ну и, конечно же, огромнейший плюс, что есть приложение на телефоне. Потому что я могу ребенку включать разные задания. Например, позвать собираться на прогулку или позвать к обеду. Через это приложение Мишка позовет, и ребенку это нравится гораздо больше, нежели то же самое проговариваю я сама. У Мишки, вот лично для меня, просто потрясающий голос, его потрясающе озвучили. Еще огромнейший плюс, что Мишка заряжается от USB кабеля. Потому что София, например, у меня тут медведи, просто на протяжении этого месяца не выпускает из рук. Она постоянно слушает сказки, постоянно просит включить какие-то задания. Мне кажется, батарейки бы давным-давно уже сели. Ну и благодаря тому, что он коннектится с телефоном, есть приложение, Мишка постоянно усовершенствуется, постоянно обновляется. Вот на протяжении того месяца, что Мишка живет у нас, уже появилось несколько новых заданий в приложении, какие-то новые сказки. Поэтому игрушка реально растущая, появляются новые сказки, у ребенка не теряется интерес. Я вам прям вот от души рекомендую. Не каждая интерактивная игрушка, знаете, вот может быть такой долгоиграющий, может так долго поддерживать интерес в ребенке. Ссылочку на Мишку оставлю для вас в инфобоксе. Переходите, читайте, изучайте. Ну а от себя могу сказать, что мои дети от умного Мишки остались просто в восторге. Я уже переоделась, сейчас поделюсь своими планами на сегодняшний день и куда мы вообще сейчас отправляемся с вами. У меня по плану сегодня съездить в Икею, заодно поснимаю вам там новогоднюю коллекцию, кое-что нужно прикупить, хочу посмотреть на звезды. Потому что говорила вам, что хочу в Эркер, вот две звезды, посмотрим понравятся ли мне в этом году они или нет, или может быть буду использовать какие-то то, что у меня уже имеется. Дальше у меня сегодня по плану закупиться продуктами, потому что завтра, 12 ноября, у меня будет день рождения. В общем, нужно купить продукты на праздничный стол. Я уже все продумала, меню составила, список покупок составила. Вечером, когда Леша придет уже с работы, поедем закупаться. Сегодня нужно приготовить какой-нибудь быстрый ужин, что-то сделать. Я достала бедро индейки размораживаться, хочу опять как-то цельным куском замариновать и запечь. Что-то в последнее время мне прям очень нравится, потому что готовится быстро, съедается так же быстро, получается очень вкусно. Когда вернемся уже из Икеи, я покажу вам покупки, потому что недавно была в фикс прайсе, пришел мой заказ сезон, пришел заказ мой с H&M Home. В общем, все распакуемо и то, что в Икеи приобретут, тоже вам покажу. И сегодня у меня еще по плану уборков по стирочной хочу помыть стиральную машину, там тоже прибраться, брать, разобрать там и навести порядок. Наконец добралась до Икеи и сейчас вам покажу отсюда небольшой обзор на новогодние товары. Смотрите, вот такая есть искусственная гирлянда, еловая 500 рублей, стоит 2 метра. Не советую вам ее покупать, так же как и этот веночек, абсолютно ничего особенного стоит недешево. А вот на что хочу обратить ваше внимание, так это вот на такой искусственный венок за 350 рублей. Он очень красивый, стильно смотрится в интерьере, у меня уже несколько, их очень быстро разбирают. Кажется, 2 года назад я их покупала и в декабре их уже просто не было. Елочка за 700 рублей, но мне она не нравится, она с подсветкой, на мой взгляд она не очень пропорционально, очень объемная внизу. Также в Икеи представлено, ну достаточно, ассортимент искусственных елочек. Мне понравилась только вот эта малышка за 250 рублей с литыми иголочками. Вообще, мне не нравятся елки в Икеи, потому что они лысоватые. Цена не бюджетная, качество исполнения, конечно, хорошее, но мне не нравится тем, что они лысые. Много новогодних шаров. И, девчата, вот эти шарики, новогодняя коллекция, стеклянные, просто украли мое сердце. Я вот их сейчас увидела только первый раз, очень красивый оттенок, по стоимости они 500 рублей, по-моему, 20 штук там. 25, вот такие еще стеклянные шары, побольше размером. Вообще-то коллекции, на мой взгляд, просто потрясающие в Икеи. Честно, я не ожидала, я не очень люблю Новый год именно в Икеи, но как-то их товары мне не близки. Вот еще шары побольше. Но здесь очень много базы, вот, например, золотистые, шары красные. 40 шаров стоит 900 рублей. Сразу хочу сказать, что это не бюджетная цена, но много базы. И раньше у них такие наборы продавались разные фактуры, шарики были. В этом году нет. Я стала двигаться по Икеи дальше, обнаружила, что вообще очень много в этом году стеклянных шаров. Вот эти прозрачные за 800 рублей тоже очень красивые. Ну, сейчас вам покажу расцветку вообще стеклянных шаров. Ну, красивые на самом деле. Если честно, они меня просто перенесли в воспоминания. Вот эти вот маленькие шарики. Возможно, они поэтому так и запали мне в душу, потому что, когда я была маленькой, у меня была своя маленькая елочка. У мамы была коробочка с игрушками. Такими, знаете, на маленькую елочку. Картонная коробка, там была вата, и в ней лежали маленькие игрушечки стеклянные на мою елочку. Игрушки, по-моему, еще мамины. И вот эти наборчики с маленькими игрушками меня просто перенесли в детство. Напомнили вот эти вот воспоминания, что мне тоже захотелось каждому ребенку такое завести. Ну, и продолжая вам дальше показать ассортимент, на сайте мне очень понравились вот эти деревянные игрушки за 800 рублей. Но, когда я их увидела вживую, вообще никакого впечатления не произвели. Вообще, с Икеи сложилась такая история, что то, что мне понравилось на сайте, абсолютно не понравилось вживую. А вот, например, на эти стеклянные шарики даже внимания не обращала, но вживую они очень красивые. Немножко детского ассортимента. Вот такие наборчики. Этот набор, такой зимний домик за 2000 рублей. Потом вот такие вот новогодние пазлы. Первый раз вообще в Икеи вижу что-то подобное по стоимости, а не 1000 рублей. И такой новогодний шар за 690 рублей. Маленькие елки-ершики. Они очень густые и отличаются от елок-ершиков в других магазинах. Обратите на них внимание. Ну, а вот такие вот фигурки, статуэтки, гномики не очень люблю. Но кое-что интересное приобрела в магазине Фикс Прайс. Дома вам покажу. Посмотрите, текстильная новогодняя коллекция. Но мне такой плед не понравился. Вообще не советую вам покупать. Кружки. Но, если честно, как-то не очень в этом году мне понравилась новогодняя коллекция в Икеа. Да и дорого. Вот такая шкурка. Тоже очень красивая. Особенно, если подходит под новогоднюю тематику. Именно как вы украшаете свечи. Свечи тоже посреднее время. Не люблю в Икеа. Мне нравится немножко другая форма. Тоже дома вам покажу. Делала заказные с IT-чинтемхом. Вот их формы нравятся гораздо больше. А это новогодняя коллекция. Именно для приготовления, для кухни. Но, как бы скажем так, тоже на любителя. Мне понравились только формочки для кексов. Вот я их и взяла в прошлый раз. Еще вот такой коврик. Тоже ничего симпатичный. Обратите внимание на вот такую упаковочную бумагу. 4 метра 300 рублей. Я всегда ее беру. Потому что у детей обычно объемные подарки. И вот такой вот, например, упаковочной бумаги не хватает. Поэтому всегда по рулончику беру. Ну и в Икеа, конечно же, очень много разных бирок, этикеток на новогодние подарки. Я ими пользуюсь. Потому что дарить много надо подарков. Много родных, близких. И чтобы не запутаться, я использую. И вот такие вот ленточки. Мне тоже нравятся. Тоже их использую. Ну и, конечно же, звезды. Они мне что-то в этом году именно дизайном своим не очень понравились. Я уже вернулась домой. Сейчас будем с вами раскрывать посылки. Покажу, что мне пришло. Тут заказ небольшой. Озон. То, что в Икеа купила. Фикс прайсе. И вот заказ H&M пришел. Прежде чем начну я показывать вам свои покупки, хочу ответить на вопрос, который мне задавали под предыдущим видео. Ну, типа, что, Катя, уже в начале ноября украсила дом? Нет, конечно. Просто я снимаю атмосферное видео с новогодними какими-то поделками, мастер-классами. Но мне захотелось, чтобы обстановка тоже была новогодней. Поэтому просто на скорую руку я вот украсила такой уголочек, которым снимала. И сегодня буду все разбирать. У меня впереди день рождения. И как-то не хочется этот праздник абсолютно с такой новогодней обстановкой смешивать. Поэтому просто, чтобы вам для вдохновения вообще, для атмосферы я создала вот такой вот уголочек. Ну, и сегодня все это, конечно же, уберу. Переходим к покупкам. Предлагаю начать с Икеи, потому что я там купила всего-ничего. Как-то, вот повторюсь, новогодняя коллекция. Мне там не очень. Хотя стеклянные шарики очень мне понравились. Навели такие приятные воспоминания. Вспомнила такую традицию своего детства. Но как-то цена, конечно, кусачая. Еще хочу посмотреть других магазинов. Первое, что я приобрела, это вот такой фартук. Это не первый мой фартук вообще из магазина Кем. Мне нравятся фартуки там. Ну, и потом расцветка. Очень понравился оттенок красного. Понравилось, что вот эти вот звездочки не белые. Такого бежеватого оттенка. Ну, и в принципе, смотрится он очень красиво. По-новогоднему. Поэтому вот с удовольствием буду сейчас в нем готовить. Дальше я взяла вот такой вот веночек. И как раз не хватало всего одного венка. Очень нравится. Хорошая цена. Если покупать пяльца, то, наверное, вот знаете, и вот эта вот зелень то и на то и выйдет. По стоимости. Хорошего качества. Можно как-то обыграть, задекорировать. Красивый настенный декор получается. Ну, и последнее, что я взяла. Вообще не запланированная была покупка. Просто очень долго вот этих вот полотенец не было в наличии. По крайней мере, в нашем магазине 30 на 30. А у меня уже полотенца, которым прям много лет. Они уже такие посеревшие, жесткие. Давно хотела их заменить. Но вот полотенца никак не попадались. Поэтому в этот раз прикупила. И на этом покупке из Икея все. Сейчас хотела вам посоветовать. На днях ходили с Лешей, покупали зимнюю одежду, обувь девочкам. Мы промахнулись размером абсолютно по всему. И по обуви, и по штанам для таким теплым и по курткам. В общем, подошли нам только манишки. Манишки на самом деле очень хорошие. Мы приобретали их в магазине Мазы Кея. Бренд называется Тоти. Оставлю ссылочку для вас. Очень мне понравилось. Они идут единого размера. Я взяла и для Лизы, и для Софики. Что мне понравилось? Как закрывается горлышко. Особенно Лиза постарше. Вот знаете, прям вот так вот плотненько хорошо. Шея вся закрыта. И потом вот грудка тоже хорошо закрыта. И прям на плечике. В общем, здорово. И Софики тоже. На Софики тоже хорошо смотрится. Приятная расцветка. Здесь такое плетение косичками. У меня детки вообще такое любят. Им гораздо проще надеть что-то такое через голову, чем шарф завязывать. Поэтому вот сейчас мы в них ходим. Что куплю зимний? Обязательно вам покажу. Но когда уже угадаем за размерами, тут как раз должны на днях поехать, все поменять. Давайте теперь магазин Fixed Price. Что-то вы уже видели в новогодних подделках-переделках. Я там увидела вот такого, ну, гномика, наверное. Или что это, кто это, Санта Клаус. Вот такой фонарик-светильник. У меня дети просто обожают. Теплый белый свет. Вот. Я сама не любительница таких игрушек. Но вот, чтобы порадовать деток, мы поставили к ним спальню на комод. И вот эти вот звездочки дают красивую проекцию на стены, на потолок. В общем, им понравилось. И приобрела там домики. Домики мне, кстати, в этом году понравились гораздо больше, чем в прошлом году они были. И формы лучше. И как-то окошечек побольше. И свет у них теперь. Вот видите, теплый белый свет. Я взяла разного размера, разной формы, чтобы составить такую прям деревню. У меня дети обожают такие домики. Взяла еще вот в такой расцветке. В общем, они все разные, разного размера. Ну вот, в том фикс-прайсе, в котором я была, не очень большой был выбор, ассортимент именно по домикам. Ну вот, взяла три штучки. Хочу сделать такой городок в миниатюре с огонечками, железной дорогой. Железная дорога у нас есть. Тоже вам обязательно покажу. Еще одно мое приобретение в магазине фикс-прайс. Это вот такая веточка. Она сдвоенная, разбирается. Уже в видео с переделками я показывала, как ее использовала в декоре. Симпатичный бантик, хорошая хвоя такая, литая. Шишечки есть. В общем, всего в меру. Мне понравилось. Я просто разбирала на две штучки и декорировала. Взяла несколько, потому что планирую еще кое-какие переделки. Так, и теперь давайте быстренько по озону. Тут пришли такие бытовые товары. Я люблю очень вот такую вот жесткую губку Вилета Гризли. Заказала две штучки. Хорошо отмывает. Она жесткая и долгоиграющая. То есть она не лохматится так быстро, как вот, знаете, такая металлическая пружинка. И ее, конечно, не стоит сравнивать с такими металлическими губками, которые, знаете, очень, ну, такие мягкие, практически ничего не снимают. Вот она хорошо чистит, так же, как проволочка, допустим, да, но форму держит и не пушится, не лохматится. Дальше заказала я еще себе вот таких вот тряпочек Вилета. Я вообще хочу заменить все свои тряпки только на нее, потому что она бесподобная. Я готова петь ей оля. Обязательно присмотритесь. Возможно, найдете просто в магазинах. Но я вот заказываю на Озон. Еще одна моя покупка. Это вот такая вот доска для пиццы. Для подачи пиццы. Мы любим пиццу. У меня была просто обычная круглая доска, деревянная, без вот этих прорезей. Но с ней что-то стало. И, если честно, я не помню, куда она делась. По-моему, она просто у нас треснула, в общем. Ее сейчас нет. И вот на замену ей решила взять уже такую специализированную, красивую для подачи пиццу. Есть секции, да, можно прям удобно сразу нарезать. Ну и просто, мне кажется, для какой-то сырной тарелки, для красивой подачи. Также можно использовать бренд, называется производитель Даляна. Так, и еще вам покажу, но чуть позже. С Озона мне пришла такая большая сушилка. Ее покажу уже после всего. Сейчас распакую H&M и тоже покажу вам свои покупки. Что касается покупок H&M, вам могло показаться, что там очень много коробочек. Но я просто заказала новогодние игрушки. Они абсолютно одинаковые. Вот. Мне пришло здесь много. Вообще, по задумке, возможно, только они вообще будут украшением в моей новогодней елке. Ну, посмотрим, как пойдет. Очень изящные, такие воздушные. Вот на ребрышках, знаете, легкий блеск, легкая такая идет по золоту. Очень мне понравились. Красивые, элегантные. Я прям вижу свою зеленую елку, которая вот вся утопает в огнях, гораздо активнее, чем даже вот эти гирлянды. Точечные вот эти вот игрушки. Я еще охочусь за такими игрушками в таком красивом красном дорогом цвете. Вот, как я вам показывала на фартуке, да, языке. Красивый такой, насыщенный. Но онлайн почему-то их все время нет. Ну, возможно, появятся. В общем, пока у меня такая задумка. Посмотрим, что будет дальше. Как я по итогу сделала. И взяла вот такой формы, побольше размером. В общем, игрушек хочу немного в такие точечные акценты. И взяла свечи. Как вам говорила в Икеа, покажу, какие мне свечи нравятся. Мне нравятся сейчас вот такой вот конической формы, вытянутые свечи. Очень понравилось. Взяла в зеленом цвете, такой красивый, дорогой, насыщенный оттенок. Взяла две упаковки. Но обычно я где-то ставлю 3-4 подсвечника, чтобы вот у меня были. И взяла в бежевом оттенке такие же конические вытянутые формы свечи. Тоже. Ну, как бы мне казалось, может быть, хорошо будет все это сочетаться. Но сейчас хочу еще в таком насыщенном красном тоже оттенки взять. Но, конечно, вот эти вот елочные игрушки очень мне понравились. И сейчас пришла даже такая идея в голову, может быть, взять в Икеа вот эти вот красные стеклянные шары. Ну, такого, знаете, размера. Не очень маленькие, наверное, средние или самые большие, которые у них есть. Потому что елка у нас большая. И тоже, как вот такие ягодки, точно повесить. Посмотрим, если не появятся онлайн такие красные, даже не скорее бордовые игрушки. Такие покупочки на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Пойдем с вами дальше заниматься делами по дому. Только посмотрите на это чудо за нашим окном. Я планировала идти заниматься уборкой постирочной. Но такая погода просто не оставила никаких шансов. Первый раз идем по снегу. Какая красота. А вот и мой гномик. Привет. А еще снег такой. Так хрустит. Софийка, я не одета для того, чтобы играть в снежки. Конечно, снега еще мало насыпал. Но ребенку уже хочется просто в нем измаляться. Да, сыпьешь? А снег такой липкий, хрустящий. Только счастья. Я не могу встать. Не получается? Ну что, получилось и пьешь? Смотрите, какой красивый Барбарис стоит заснеженный. Как шарики новогодние ягодки горят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 легкие, вкусные. Дальше перцы, тоже разноцветные, потому что они идут у меня в салат. Буду готовить запеченные перцы с печенью трески, очень вкусный салатик. Шампиньон, это будет горячая закуска, я их буду фаршировать луком, чесночком, беконом, сыром, пармезанчиком, будет очень вкусно. Манго, оно идет у меня для одного салата и для закуски. Дальше огурцы для салата, мандарины. Мандарины, так много, конечно, не надо, но мы что-то их, знаете, прям в последнее время уплетаем, очень вкусные. И мне потребуется для горячего блюда, потому что у меня будут томленые утиные ножки в мандаринах. Очень вкусное блюдо. Дальше яблоки, ну это просто так. Сейчас вам покажу, что с этой стороны. Взяли красную икру, нерки. Дальше у нас здесь слабосоленые кусочки форели охлажденной. У нас продается слабосоленая вообще рыба, либо из охлажденного сырья, либо из размороженного. Я всегда даю предпочтение охлажденному. Что-то, знаете, не заказала рыбу, конечно, своя домашняя рыбка. Она вкуснее. Это будут у меня закуски. Дальше здесь у меня сливки 33% жирности, как раз-таки для рулета. Дальше маскарпоне тоже для рулета. Вот такие вот кольца ананаса. Они идут для закуски. Печень трески для салата очень люблю. Вот именно эту марку, по-моему, это исландская. Печень трески очень вкусная. Дальше майонез, потому что в некоторых закусках есть. Да, в закусках именно потребуется. В общем, чтобы был, нам советовали, вот у нас знакомые работают именно, знаете, на нашем нижегородском заводе, где производят там майонез, еще что-то. И вот советовали брать не рябу, а именно с добре по составу лучше. Вот прислушиваемся к совету. Дальше яйца взяла на всякий случай. Здесь у меня две пачки фисташек, потому что рулет у меня будет с фисташками и с малиной. Хочу первый раз приготовить. Не знаю, получится или нет побаловать своих. Сейчас покажу, что у меня с этой стороны. Здесь у меня бекон сырокопченый. Он как раз-таки идет в качестве начинки к шампиньонам. Дальше авокадо. Она идет точно в салат и еще куда-то, по-моему, в закуску. Сейчас вылетело из головы. Дальше вот такие хлебные палочки. Они мне потребуются для салата. Сыр классический, ну обычный, да, и вот такой вот пармезан. Взяла крабовые палочки. Если честно, просто сто лет их не ела, хотя когда мы с Лешей только начинали жить в студенчестве, мы часто делали крабовый салат с крабовыми палочками. Но это будет закуска, она будет отличаться от крабового салата. Дальше вот такие вот мини-моцарелки. Они также пойдут для закусов и для салатиков. Для горячего блюда я взяла вот такое вот бедро утки и утиные голени, ну утиные ножки. Вот буду их томить. И здесь у меня вырезка говяжья. Это для салата, потому что один салат будет такой теплый, в азиатском стиле, очень вкусный. Как я готовлюсь к празднику? Вообще выписываю все рецепты. Из рецептов выписываю абсолютно все ингредиенты, потому что так проще не запутаться, когда готовишь. Потом смотрю, какие ингредиенты у меня есть, я выписываю список того, что нужно купить и список покупок. Вот так, конечно, все сложно, но это экономит очень время в самом магазине. Я расписываю все по делу. Например, фрукты, овощи, молочка, там мясо, рыба и так далее. Мы поэтому с Лешей, прям, не знаю, буквально за 30 минут все-все-все купили, разделились в магазине и все быстренько купили. И такая закупка на праздничный стол у нас получилась. Не получается у меня сегодня заняться уборкой постирочной, потому что мы приготовили ужин и Софийка опять меня уговорила пойти гулять. В общем, мы гуляли, встречали там Лизу, Лешу, когда они приедут. Потом поужинали, поехали уже за покупками на праздничный стол. Ну, тоже тут, знаете, как бы на снегу, дорога такая. Приехали и меня отправили на второй этаж. Леша, там какой-то сюрприз мне готовит. Я, в общем, сижу здесь наверху, спускаться мне не дают. Ну, ничего страшного, уборка никогда никуда не убежит. Вот. На сегодня я буду свои видео заканчивать. Огромнейшее спасибо, что провели время вместе со мной. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну, и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Всегда с огромнейшим удовольствием их читаю. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.